МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Республика в студии Александр Базаров и сегодня в новостях. Заветное Голубое. В одну из деревень Мариинско-Пасадского района пришел газ. Пандусы, тренажеры и обученные инструкторы. Как в чувашских школах реализуется программа «Доступная среда». Реформы в местном самоуправлении. Депутаты и представители партии обсудили этот вопрос за круглым столом. Сегодня в Москве глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором Фонда содействия развитию жилищного строительства Александром Броверманом. На земельных участках, не разграниченных государственной собственностью, республика планирует возводить жилье эконом-класса. Чувашия и Федеральный фонд сотрудничают давно и успешно. В рамках двухстороннего соглашения в Чебоксарах было построено 4 жилых дома. Причем в двух зданиях подрядчики обустроили детские сады. Не менее масштабный проект сейчас реализуется в Цивильске. В городе до 2018 года планируют построить 16 индивидуальных и 10 многоэтажных домов. Два жилых здания планируют сдать уже в декабре. Михаил Игнатьев предложил Александру Бровермана рассмотреть возможность вовлечения в оборот 85 участков. После принятия федерального закона и внесения изменений в земельный кодекс сделать это возможно более оперативно. Земли республика планирует отдать не только для строительства жилья, но и под размещение на них производственных объектов. Уже выбраны пилотные участки. Они расположены в Чебоксарах, Канаше и Алатре. Торжественное открытие газопровода Нижеры-Щамалы, ход строительства картофелехранилища, будущие семейные фермы. Таков был сегодня рабочий график председателя кабинета министров Ивана Маторина. Он побывал в Мариинско-Посадском районе. Вместе с ним по объектам ездила и наша съемочная группа. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности у жителей одной из отдаленных деревень Марпосадского района появился газ. Сегодня состоялось торжественное открытие газопровода Нижеры-Щамалы. Мы уже в течение трех лет финансируем проекты по развитию газификации в Чувашской республике. И вот было обращение жителей данных деревень в адрес главы республики. Оно было рассмотрено, объекты включены, высокое давление в 2013 году было выполнено газовиками. Ну и сегодня с низким давлением, я надеюсь, приходит газ и уже непосредственно к жителям. Строительство подобного рода объектов удовольствие дорогостоящее. На укладку более 11 тысяч метров специальных труб ушло 13 миллионов рублей. Но государство идет на такие затраты, понимая, как важен газ на селе. За два года к населенным пунктам, где мы ждали пуск газа, сделано столько работ, что нам, жителям этих деревень, предстоит ответственно подойти к своим обязанностям и подключиться к газовым сетям, чтобы газ и вложенные деньги не были потрачены пустую. Николай и Елена Николаевы первые подсоединили свой дом к газу. Мы уже можем пользоваться газом. Мы очень рады, конечно. Без газа, конечно, плохо, потому что завозной газ, он кончается, его надо ждать каждый раз, заказывать надо. От газа к картофелю республика выращивает много второго хлеба. И его сохранение вопрос насущный. Иван Моторин посмотрел, как строится картофель-хранилище в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. В следующем году тоже тема эта будет приоритетна, она будет поддерживаться. И самое главное, есть интерес у сельхозпроизводителей. Очень активно во всех районах, в принципе, за вот тему вот ухватились. Будет хранилище, будет семенной картофель, будет другим предприятием семена. В ситуации, когда в Россию перестали завозить ряд продовольственных товаров, инициатива местных товаропроизводителей особенно важна. Наталья Кутузова решила на территории старого совхоза «Звезда» построить семейную ферму. Пока вот строим маленькую ферму, на нее вся наша надежда, чтобы поднять весь остальной комплекс. У нас не так много именно производителей, которые работают именно чисто по мясному направлению. То есть вы оценили, да, что вы сможете? Да, да, посмотрели. Земли сколько? Ну, пока у нас тут 12 гектаров. Да, это понятно, я имею в виду под стадо-то земля, наверное, нужна. Под стадо будем, наверное, это дворинду брать постепенно. Ну, нет, да, по сожалению. Правительство всегда должно поддерживать подобные идеи, считает премьер-министр. Только тогда можно всерьез говорить о развитии малого и среднего бизнеса на селе. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. В Ядринском районе установили бюст почетному гражданину Чуваши, бывшему председателю колхоза «Ленинская искра» Аркадию Айдаку. На торжественном открытии памятника собрались односельчане и родственники талантливого аргрея, которым удалось прославить свое хозяйство на всю страну. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Он всегда стремился превратить свою малую родину в цветущий рай и всегда был предан своему делу. Встав у руля колхоза «Ленинская искра», именно Айдак вывел отстающее хозяйство на новые высоты. Даже в эпоху перестройки Айдак двигался только вперед, демонстрируя на весь союз высокие показатели в производстве. Живописные места, которыми сейчас славится деревня Верхние Очаки, тоже его заслуга. Опыт Аркадия Айдака уникален и до сих пор не повторен, хотя за многие годы он воспитал целую плеяду достойных учеников. Он был моим учителем. Когда молодые годы избрали меня руководителем, я приезжал учиться к нему. Кроме выполнения своих прямых функциональных обязанностей, работая председателем колхоза, он мечтал, желал, стремился воспитать всегда настоящего гражданина, по тем временам еще Советского Союза. Был замечательным государственным деятелем. По тем временам хозяйство «Ленинская искра» и «Чувасская республика» была известна на уровне Советского Союза. Бронзовый бюст Аркадия Айдака установили в самом центре деревни. Средства на его создание собирали односельчане и спонсоры. Для супруги почетного гражданина Чувашии это особенный день. Людмила Андреевна признается, что ее переполняет чувство гордости. Я рада, что он превратил этот край в рай. Он сам так пишет, в библиотеке есть фото. Я создам этот край, превращу в рай. Пусть люди там живут, трудятся, не зная бед там. Есть, конечно, гордость, что он отдал всю свою жизнь народу, служению народу и родине. Аркадий Айдак старался сделать все, чтобы возродить традиционные чувашские обряды. Этот музей натурального хозяйства был создан по его инициативе. Крестьянская изба, черная баня, ткацкий станок. В этом подворье словно попадаешь в старину. Любого гостя здесь готовы обучить варить домашнее пиво и даже выращивать лен. Уникальность этого объекта, это, на самом деле, наверное, в том, что вот здесь в концентрированном виде сосредоточена культура верхних чувашей. У нас вот низовые есть, верховые чуваши. Какова же она была в этой истории, когда в концентрированном виде можно здесь увидеть. Дело Айдака продолжают современники. Недавно территорию музея благоустроили. Посоздали модель старинного колодца и домашней мельницы. Установили площадки для отдыха. В этом году работа продолжится. Музей получит из бюджета более 700 тысяч рублей. Экспозиции планируют украсить и национальными костюмами. Медриковалев, Александр Петров, Республика. Продолжается обсуждение изменений в законодательство об организации местного самоуправления. Сегодня круглый стол этому вопросу посвятил профильный комитет госсовета Чувашей, пригласив к разговору депутатов, представителей партий, общественности и власти. Если говорить о принципиальных изменениях, их не очень много. Первое вводится такое понятие, как городской округ с внутригородским делением и внутригородской район. В Чувашии под это понятие попадает только Чебоксары, но дробить его на части нецелесообразно. Это, кстати, тот редкий случай, когда все фракции парламента Чувашии высказались единогласно. Еще один важный момент. Уточняется перечень вопросов местного значения. Иными словами, с одного уровня на другой передаются полномочия. С 1 января 2015 года перечень вопросов местного значения. Сохраняя за городскими поселениями уже регламентированные в законе вопросы местного значения, а их 39, законодатель закрепил за сельскими поселениями всего 13 вопросов, оставшуюся часть возложив на органы местного самоуправления муниципальных районов. В то же время предоставлено право субъектам Российской Федерации самостоятельно переспределять полномочия между местными и региональными органами власти. Что касается выборов местного руководства, на уровне сельских поселений и районов предлагается объединить полномочия главы и руководителя администрации в городских же округах, оставить все по-прежнему. Вы не заплатили за коммунальные услуги по счетам. Значит, они идут к вам и кому-то, возможно, придется расстаться с сотовым телефоном, ноутбуком и даже стиральной машиной. Судебные приставы совместно с представителями управляющих компаний выходят в рейд. Должники не обременяют себя оплатой счетов за коммунальные услуги. В этой квартире исправно платят только отчим. У него отдельный лицевой счет. А мама со взрослым сыном задолжали 40 тысяч рублей управляющей компанией. Правда, на молодом человеке числится только сотовый телефон, который забрали судебные приставы. Если он не погасит долг в ближайшее время, с мобильником может распрощаться. Его продадут, а деньги направят на погашение задолженности. Судебных приставов за 7 месяцев текущего года взыскано более 88 миллионов рублей. Это только в пользу ЖКХ. Это хорошая цифра, но надеемся, что эта цифра будет гораздо больше. Беседы, уговоры, предупреждения. Если не удается достучаться до совести должников, то в ход идут меры принудительного воздействия. Например, арест имущества. Судебные приставы предупреждают и тех граждан, которые сдают квартиру в аренду. Они находятся на особом контроле у управляющей компании. Лесники открывают двери. По таким названиям в Чувашии стартовала всероссийская акция. С 1 сентября и по 10 октября в честь Дня работников леса будут организованы экскурсии в лесничество республики для школьников, студентов и всех желающих. Мои коллеги тоже присоединились к акции и побывали в Шамуршинском лесничестве. Для шамуршинских школьников знакомство с районным лесничеством началось с музея. Ребята узнали, что профессия лесовода одна из самых старинных. И что забота о лесе – это отдельная наука, которой занимаются целые институты. Сохраняя и восстанавливая леса, мы получаем чистый воздух и прекрасное место для отдыха. Работники лесничества еще раз напомнили правила поведения на их территории. В лесу нельзя сжигать костер. Это может последствовать очень крупному пожару. Могут погибнуть деревья, животные. На специальной аллее школьники посадили деревья. Для многих из них это дело привычное. В школе ребята ходят в кружок юных лесоводов. Среди них есть и те, которые выбрали в качестве будущей профессии лесное дело. Сначала как начиналось. Я просто решила посетить в школе кружок насчет лесничества. А потом как-то со временем, когда ходила, стало так интересно. И мы начали уже посещать леса. А потом уже недавно, считай летом, поехали уже на конкурс, шумерли. Я участвовала как гидробиолог. Я занималась гидробиологом, связанным с тем, что с водоемами. Рыб, растения водные. Так интересно, интересно. Глядя на ровные ряды этих молодых саженцев, вряд ли кто-то останется равнодушным. На это и рассчитана акция. Школьники учатся бережно относиться к лесному хозяйству. Основная у нас цель, чтобы вырастить нам стандартный посадочный материал для лесничества. Основной у нас хвойный сосноель. Это у нас в большом количестве дуб, лиственница. Но у нас не так это идет к нам. Но у нас почва песчаная. Школьникам есть на кого равняться. Сотрудники шумуршинского лесничества с большой любовью ухаживают за саженцами и взрослыми деревьями. И готовы научить этому и других. Тургоносинское участковое лесничество по итогам 2013 года на территории Министерства природных ресурсов организовано мероприятие-конкурс на лучшее лесничество и на лучшее участковое лесничество. Тургоносинское участковое лесничество среди всех участковых лесничеств в республике заняло первое место. И удостоилась приза УАЗика для служебной езды. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Антон Вовк, Республика. На этот раз в галерее «Серебряный век» национальной библиотеке открылась выставка члена Союза художников России Николая Андреева под названием «Сердцу милые мотивы». Здесь представлены почти 60 живописных полотен в различных жанрах. Наша съемочная группа также смогла оценить творчество художника. Искусству живописи Николай Андреев начал учиться еще в детской художественной школе при Чебоксарском художественном училище. Уже во время учебы он стал активно участвовать в выставках. А впоследствии вместе с артелью художников-дизайнеров немало поездил по России, занимаясь монументальной декоративной росписью. Его наставником стал член Российской академии художеств Ревель Федоров. Именно у него Николай Андреев научился писать большие пейзажи. Поездки за границу только усилили его увлечение пленэрной живописью. Он становится постоянным участником различных чебоксарских выставок. На этой выставке представлены работы, которые были выполнены с апреля месяца по сентябрь. Было участие в трех пленэрах. Это пленэр Черногорский, пленэр в Плёсе и пленэр в городе Шувы Ивановской области. Что касается данной выставки, то, что здесь представлены черногорские работы, они совершенно немножко другие. В плане того, что цветовосприятие юга совсем другое, чем средние полосы. Ну, судить зрителю, как это получилось, выставка покажет. Работы Андреева отличаются теплым и добрым мировосприятием, гармонией и красотой. По словам гостей выставки, в них видна душа России. Поздравить и пожелать успехов Николаю Андрееву пришли его друзья и наставники. Ревель Федоров, Михаил Григорян, директор Чувашского государственного художественного музея, Геннадий Козлов и многие другие. Анастасия Лангина, Антон Вовк, Республика. В школах Чувашия реализуется государственная программа «Доступная среда». По ней в учебных заведениях должны быть созданы благоприятные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в проект попала одна из школ Ромарского района. На реализацию его ей было выделено более полутора миллионов рублей. Какие изменения произошли в Мусираминской школе – в нашем следующем сюжете. С начала августа в этой сельской школе начались работы по улучшению условий для обучения детей, вынужденных передвигаться на инвалидных колясках. К новому учебному году был изменен вход, установлены двери и где необходимы пандусы. Также были отремонтированы фойе школы, спортивный зал и подготовлен класс для учеников с ограниченными возможностями. Когда у нас в совещании было в Министерстве, нам тоже сказали, что нам надо начинать ремонтные работы с главного входа. Потом мы зайдем отсюда, вы увидите главный вход, меняли здесь окна, двери, площадку делали. Помимо отделочных работ в школе ожидается открытие нового класса – так называемого кабинета психологической разгрузки. В нем будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет подготовлен, а необходимое оборудование будет привезено и установлено не позднее октября этого года. Транажеры будут, интерактивная доска, на остальное все предусмотрено по перечню. В штатном расписании появились и новые единицы – инструкторы для детей, специально обученные педагоги, психологи. На данный момент в Муссельминской школе только один ученик на инвалидной коляске. Пока он вынужден обучаться дома. Но с завершением работ по программе «Доступная среда» он тоже сможет посещать школу. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Летом этого года всемирно известный актер Джеки Чан объявил конкурс на лучший дизайн медведя «Бадди Бир». В конкурсе приняли участие 208 человек со всего мира. В числе девяти финалистов вошла и Анет Прохорова из поселка Урмары. Она нарисовала самого радужного медведя. С юной художницей удалось встретиться в нашей съемочной группе. Первый раз за кисть Аня взялась еще в два года. На ее талант мать обратила внимание уже тогда. И решила отправлять рисунки дочери на различные конкурсы. Региональные, российские и даже международные. Девочка даже иллюстрировала детские сказки, после чего и самой удалось написать сказку в стихах. Также рисунки Анеты выходят в сборниках «Новые сказки». Таких сборников вышло четыре. И в каждом сборнике вышли рисунки моей дочери. Первую грамоту за участие в конкурсе рисунков Аня получила в пять лет. Тогда родители даже не догадывались, какое будущее ждет их дочь. Число ее дипломов и грамот превысило полсотни. И это при том, что в художественную школу Аня никогда не ходила. Для изучения она выбрала музыку и второй год обучается игре на фортепиано. В прошлом году Анета поступила в нашу школу и сразу же показала свою любовь к избранному инструменту, к фортепиано. Она участвует во всех мероприятиях, любит участвовать в конкурсах различного уровня. Но интересы ее не ограничены. Кроме музыки она увлекается изобразительной деятельностью и литературной. Анетта успевает везде, а ее призам можно только позавидовать. В свои 10 лет Анетта уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге на автомобильном заводе и даже в Париже в Диснейленде. Сейчас она вновь решила принять участие в международном конкурсе и в очередной раз оказалась в числе лучших. Ее рисунок выбрал сам Джеки Чан. Мне мама сказала, что идет конкурс в Адибе. Я сразу согласилась участвовать в нем. Были формочки, и я нарисовала такого медведя. Он назывался Бадди Бе на природе. Для участия в конкурсе нужно было как можно оригинальнее раскрасить шаблон медведя Бадди. Работа победителей примут участие в международной художественной выставке United Body Bears. Некоторые из них представят на аукционах. А вырученные деньги направят в пользу ЮНИСЕФ и других организаций, занимающихся помощью детям. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова